Привет всем дорогие мои зрители! Сегодня я снимаю видео про аромат от марки Валентину. Называется данный аромат Валентина Пинк. Выпущен аромат в 2015 году. Относится к группе цветочные, фруктовые, сладкие. Пирамидка данного аромата. Верхние ноты клубника, ежевика и мускус. Средние ноты майская роза, роза и пион. Ноты базы. Это у нас амбра, кашемировое дерево и конфеты пралине. В общем я ощущаю в этом аромате. Сейчас я нанесу его на себя и буду его описывать. Вот я на волосы. Смотрите как распыляет сам распылитель. Вот. Какая вкуснятина! Однозначно, что этот аромат он гурманный. Я слышу клубнику со сливками. Если вы представите лето, то есть мы собираем клубничку, перетираем с сахаром, потом добавляем туда сливки, как у нас в Украине говорят, сметану. В общем, и кушаем. Ой, у меня сейчас слюнки потекут. И это все я слышу в самом начале. Но это все быстро уходит. Вот я сейчас сижу, пока я вам кое-что рассказала. Этот аромат трансформируется уже в старую помаду. Становится прекрасным. Еще пройдет 5 минут. Я, а кстати, я хотела сказать, что на коже я ощущаю по-другому, чем я его распылю на волосы и, скажем так, на одежду, на себя. Потому что на коже он очень долго благоухает помадой. И перед сном я наносила данный аромат. Очень долго держится. И на утро я слышала очень приятный аромат, который исходил из моей кожи. Это очень редко случается. Данный аромат моя кожа быстро не съедает. А обычно моя кожа съедает очень быстро ароматы. То есть мне сложно найти стойкий аромат. Поэтому этот аромат мне подходит по стойкости для моей кожи. Вернемся к теме. Что я ощущаю? Если я его распыляю вот так в воздух, на волосы и на себя. То есть вот он такой помадный, трансформируется. И я его больше на себе не чувствую. То есть я могу ходить. И мне кажется, что от меня уже ничем не пахнет. Как в народе говорят, ничем не пахнет. Но я решила вчера спросить моего мужа, ощущает ли он какой-то аромат на мне. Он, конечно же, не знал, какой я аромат нанесла. То есть он, естественно, меня обнюхал. Если так можно выразиться. И знаете, что он сказал? Он сказал, от тебя пахнет клубникой. В самом начале меня привлек вот этот флакончик. На мое усмотрение это очень красивый флакончик. И выполнен со вкусом. Идеально. Как сказать, это стекло. Это не пластмасса. Я заметила маленькие, очень микроскопические точечки, которые не перекрыты розовой краской. Я думаю, что этот флакончик напылен розовой краской. Роза сделана из железа. Ее вот здесь зацепили за это горлышко. И сверху заблокировали вот этим горлышком от самого распылителя. Здесь ничего не болтается. Здесь тоже ничего не болтается. Видите, все очень четко, красиво. Мне нравится тем, что он матовый. И когда я использую аромат, не будет видно, что пустой флакон, как стекло пустое, можно использовать его как декорацию в доме. Дальше. Привлекло внимание вот это чудное, игрушечное, женское удовольствие. Да еще и цвет такой. На самом-то деле он не такой розовый, как кажется на видео. Я уже об этом говорила. И еще хочу сказать о том, что увидела я его всего лишь в одном магазине в нашем городе. Его только в одном магазине представили. В общем, я летом, в месяце август, потестила. Раскрылся он на мне клубничкой плюс сливки. Но стойкость была очень слабая. В общем, я ушла ни с чем. Решила его не покупать. Приложили мне скидочку в декабре 2015 года в этом же магазине. Я все-таки имела в голове, что этот аромат, скорее всего, флакон я этот хочу, а не сам аромат. Я решила его еще раз потестить. Я его потестила еще раз. Но зимой, то есть в прохладную погоду, я услышала еще и конфеты пролине. Летом я этого не слышала. В общем, что могу сказать? Я спросила у продавца, какие объемы они имеют в их магазине. То есть она посмотрела, достала вот эту упаковочку, вот эту вот упаковочку розовую. Говорит, у меня всего лишь последняя упаковка и в объеме 50 миллилитров. Я говорю, будут еще эти ароматы у вас в магазинах или нет? Она мне ответила, что аромат лимитированный выпуск. Это лимитка. И уже его не будет. Так я его не поняла в магазине конкретно. Я решила его купить. Подумала, была, не была. В общем, аромат надо разнашивать. Я его недавно распечатывала, потому и буду говорить вам такие свежие мои ощущения. Аромат очень красивый. Аромат загадочный. И это не какой-то там аромат, как лавея бель. Я считаю, что его можно отнести спокойно к нишевой категории. Очень необычный. Но он не шлейфовый. По крайней мере, зимой шлейфа нет. Он интимный. И еще хочу вернуться к флакону. Вот эта вот заглушка, которая есть и прилагалась к этому флакончику. Я ее не выбрасываю. Если кто-то думает купить этот аромат, не выкидывайте вот эту заглушку. Пока у вас еще будет флакон, ой, извините, аромат в этом флаконе, и вы будете использовать на себя, наносить этот аромат, вы себе запомните, что если вы будете закрывать какую-то крышечку, то не будет испаряться из этого распылителя аромат. Когда вы уже используете аромат, ваш флакон станет пустым, и вы его можете всего лишь применить как декорацию в вашем доме, то, конечно же, это уже не нужная вещь. И вообще я не советую этот флакон носить в сумке. Если вы такой коллекционер, как я, то этот аромат в вашу коллекцию вам не помешает приобрести. Но если вы хотите выбрать один единственный аромат для себя, я вам советую его попробовать все-таки. достойная марка Валентину. Я только хорошие слова могу сказать про сам бренд Валентину. И сам аромат тоже красивый, не подвел Валентину. И надеюсь, что в 2016 году тоже не подведет, потому что вышел или выйдет аромат тут в марке Валентину. Называется Валентина Пудре. Флакон будет в нежно-розовом пастельном цвете. Я думаю, в пудровом цвете. И, конечно же, я обязательно буду его тестить, если он появится в моем городе. На этом я буду заканчивать мое видео. Это видео, надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, что этот отзыв был для вас полезным. Ну, если не полезным, я думаю, что вам все-таки было приятно посмотреть это видео. И надеюсь, что мы встретимся в моем следующем видео. Пожелаю вам всего самого хорошего, самого доброго, как всегда. и как всегда я вас всех целую. Пока-пока. Пока.